Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать. Тема действительно актуальная. Мне кажется, сейчас она уже актуальна не только в конце года, но и уже в середине года. Процессы ускоряются, и эмоциональных ресурсов работа требует все больше и больше, а человеческих жизненных ресурсов их не так много. Тема, с одной стороны, очень широко распространенная. Об эмоциональном выгорании говорят часто. Я сегодня постараюсь систематизировать и дать вам именно практические рекомендации относительно того, как с этим справиться. И, Игорь, вы абсолютно правы, что эмоциональное выгорание сегодня действительно большая сложность, большая проблема, с которой нужно справляться. Как не сгореть на работе? Тема, которую сегодня мы с вами будем разбирать. А начнем с того, что я предлагаю продиагностировать вам у себя тему эмоционального выгорания. Насколько вы сейчас выгорели или еще не выгорели? И какие из симптомов вы можете у себя отметить? Экспресс диагностика, в которой 10 вопросов. Я прошу вас просто ответить да или нет. И за каждый ответ да поставить себе один балл. Я прочитаю вопросы, а вы себе ответьте. Я думаю, что в темпе, пока я буду читать, успеете все ответить на эти вопросы. Первый вопрос. Когда в воскресенье в полдень я вспоминаю о том, что завтра снова на работу, остаток выходного испорчен. Второе. Если бы у меня была возможность уйти на пенсию по выслуге лет или по инвалидности, я сделал бы это без промедления. Третье. Коллеги по работе раздражают меня. Невозможно терпеть их одни и те же разговоры. Четвертое. То, насколько меня раздражают коллеги, еще мелочи по сравнению с тем, как выводят из равновесия клиенты, школьники, студенты, ученики, пациенты, посетители, заказчики. Все это у нас про тех, с кем мы работаем. Пятое. На протяжении последних трех месяцев я отказываюсь от курсов повышения квалификации, я отказываюсь от участия в конференциях и других дополнительных каких-то мероприятиях. Шестое. Коллегам, ученикам, посетителям, заказчикам я придумываю обидные прозвища, например, дебилы, идиоты, да это и так далее, которые я использую внутри себя мысленно и ругаю их. Седьмое. С делами по службе я справляюсь одной левой. Нет ничего такого, что бы могло меня удивить в ней, своей новизной. То есть абсолютно ничего нового, и все происходит обыденно. Восьмое. О моей работе мне едва ли кто-то сможет сказать что-то новое. Девятое. Стоит мне вспомнить о своей работе, как мне хочется послать ее ко всем чертям. И десятое. За последние три месяца мне не попала в руки ни одна интересная специальная книга, из которой я подчеркнул что-нибудь новенькое. Вот. Ну и соответственно, я думаю, что вы уже посчитали количество баллов. И обратите внимание, если у вас от одного до одного балла, это синдром выгорания вам абсолютно не грозит. Если 2,6, то пора взять отпуск. Если 7,9, то что нужно либо сменять работу, либо переменить стиль жизни. И десятое. То, что уже очень действительно серьезное положение, что нужно, чтобы что-то делать, чтобы ваш огонек действительно не погас. Как сочетается, 10 баллов это нереальный вариант, означающий, что респондент отвечал нечестно. Ну почему же нечестно? Я в своей жизни встречала людей, которые на работу вообще уже идти не хотят. Да, что очень серьезное весьма положение. Я презентацию вам открыла для скачивания, и вы можете себе ее скачать, потому что я там собрала больше практической информации, чем мы успеем за наше время вебинара. И я думаю, что вы сможете почерпнуть что-то полезное для себя. На 10 тоже нужно сменить работу. Здесь просто уже ситуация состоит в том, что вы выгорели точно. То есть в этой работе есть уже, сейчас я скажу, какие симптомы. Ну и чтобы нам было понятно, я дам немножко такой теоретической информации, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. И потом уже будем говорить о практических навыках. Вообще термин выгорания предложил Фрейденбергер еще в 1974 году, когда описывал деморализацию, разочарование. И крайняя усталость, которая наблюдалась у специалистов в системе профессии человек-человек. Почему именно в системе человек-человек так много эмоционального выгорания? Ну, во-первых, мы работаем с людьми. Тот, кто работает с техникой, с машинами, с компьютерами, у них больше элементов предсказуемости. Общаясь с человеком, каждый день заходя в класс, вы не знаете точно, как развернется ситуация. Одну и ту же тему, возможно, вам придется преподнести абсолютно по-разному. Живые люди, с которыми мы общаемся, каждый со своими эмоциями, создают нам ощущение непредсказуемости. И поэтому мы должны быть постоянно, ну или с дошкольниками, естественно, тоже, с маленькими детьми, еще больше эмоционального напряжения. И когда мы вступаем в этот контакт, нам все время приходится быть на эмоциональном чеку, да, то есть нам приходится быть в напряжении и контролировать. Вот необходимость эмоций, контроль и непредсказуемость ситуации, именно поэтому у нас так много эмоционального выгорания. У нас мало предсказуемости. В 1981 году Мороу предложил такой яркий эмоциональный образ, который очень хорошо отражает внутреннее состояние работника, который испытывает постоянный дистресс и назвал его запах горящей психологической проводки. То есть профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождения. Когда мы рассмотрим наиболее такое распространенное, термин бой, как много говорит об эмоциональном выгорании, он говорит, что это выработанный личностью механизм защиты в форме полного или частичного исключения эмоций, в понижении их энергетики, в ответ на психотравмирующие воздействия. Получается, что эмоциональное выгорание – это ответ на постоянные психотравмирующие воздействия. Мне очень нравится высказывание Маслаевича, который в свою цитату озвучивает так. «Профессиональное выгорание – это плата за сочувствие. Чем больше наша внутренняя эмпатия и способность сопереживать другим, чем больше шансов на профессиональное выгорание». Чем больше наша эмоциональная включенность во взаимодействие с другими людьми. Если мы обратимся к базовым механизмам реакции на стресс, то в природе, в животном мире, а наш организм относится к животному миру, есть всего три реакции. В случае стрессовой ситуации – это реакция «бей», реакция «беги», реакция «замри». Реакция «бей» – это нападение, может быть, агрессия. Реакция «беги» – это же опять же выброс адреналина. А вот реакция «замри» – она присуща очень малому количеству животных, и ее к ним прибегает только в том случае, в животном мире, если шансов на спасение нет и нужно изобразить временную смерть. И тогда большинство хищников откажется от этого животного, потому что они не едят падать, и есть шанс выжить. Но как только происходит реакция «замри», после этого животное сразу же вскакивает, дрожит, бежит и сбрасывает в себя ту негативную энергию, которая накопилась. Что происходит с человеком? Он в течение дня постоянно получает микропорции стресса. Возошел в автобус, там душно, неприятно, там кто-то нагрубил неприятные запахи, вышел из автобуса, опоздал на работу, начальник сказал какое-то неприятное слово. Это микростресс, который постоянно дозируется по очень небольшому количеству. И мы не можем на него среагировать в ответ так, чтобы дать ответную реакцию «бей, беги» или в крайнем случае «замри». Притом реакция «замри» в человеческом мире более распространенная, чем реакция «бей, беги». Она связана с социализацией и с воспитанием. Когда маленький ребенок, у него, у мальчика в песочнице, девочка отбирает машинку, он хочет ей дать обратную реакцию «бей» за то, что она отобрала его любимую машинку. А родители ему говорят «ты что, с девочками драться плохо?» Этот этап воспитания, который дает ему запрет, и он должен замереть, он должен сдержать свои эмоции, он должен сдержать свои чувства и молча отдать любимую машинку поиграть девочке. Да, наверное, она ее вернет, но стрессовая ситуация состоялась, ее много. И в течение жизни, накапливая такие реакции на стресс, мы все больше учимся замирать. Когда мы замираем, мы накапливаем кортизол в своем организме, и, соответственно, наши жизненные силы теряются, и постоянное хроническое воздействие стресса вызывает дистресс. Почему я говорю именно о стрессе? Потому что симптомы и фазы стресса абсолютно совпадают с симптомами и фазами эмоционального выгорания. В начале происходит нервное тревожное напряжение, потом происходит резистенция, то, что называется сопротивлением, организм пытается дать обратную реакцию, и все завершается истощением, когда реакция не дала эффекта. Если убегающее животное должно будет бежать постоянно, там, в течение двух месяцев, то оно, естественно, никуда не убежит. И если даже реакция Б, лев, нападающий на антилопу, должен будет постоянно с ней бороться в течение нескольких дней, то он тоже окажется в истощении. То же самое и в Замри. Если реакция Замри слишком долгая, то она приведет к истощению. Соответственно, одна из первых реакций нашего организма на стрессовые ситуации и на ситуации, которые потом вызывают эмоциональное выгорание, это соматические. То есть реакции нашего организма. Неудовлетворенные потребности, важные, значимые для нас, потребности в отдыхе, потребности в вкусной еде, потребности в общении, потребности в признании, в значимости, в ценности, они ведут в фрустрации. Затем происходит невротическая депрессия, затем появляется соматизация эффекта, то есть появляются соматические проявления в теле. Это происходит в реакции, там постоянно першит горло у педагогов, постоянно закладывает нос или постоянно происходят какие-то заболевания, которые связаны с непонятной теологией, откуда они берутся. Потом это происходит, переходит в психосоматическое заболевание, и уже из-за болезни появляется усиление тревоги, и опять снова это ведет к следующему неудовлетворению потребности. Хроническая усталость, которая накапливается, реализуется через лечение болезней, и опять происходит то же, с чего все началось, потребности так и не удовлетворяются. Что делать с тем, чтобы не закладывало нос и не болело горло? Как раз заботиться о себе прежде всего. Это тот орган, который больше всего напрягается в работе тех, кто разговаривает, тех, кто является педагогом, тот, кто работает в сфере человек-человек, в сфере социальной, в продажах, например. И естественно, больше всего заботиться о своем носе и горле нужно, и обращать на это внимание, чтобы оно отдыхало. Как развивается синдром эмоционального выгорания? Он происходит не мгновенно, он происходит ни в одну секунду. Вначале нарастает усталость, появляется некая слабость, появляется расстройство сна. Или трудно просыпаться утром, или долго засыпает вечером. Или же наоборот, засыпает раньше обычного, но просыпается глубокой ночью. Добавляются головные боли, диарея, тахикардия, аритмия, гипертония. Организм всеми способами говорит, что он токсически устал от стресса, что он находится в постоянном этом влиянии. Ну и в том числе это частые непроходящие боли в горле, першения, хрипота. Да, лор врачи, стрепсилс принимать, да, хорошая реакция, но не помогает. Это как раз про то, что не удовлетворяем потребности, а даем волшебную конфетку, которой кажется, что должно все пройти, но оно не проходит. И уже на фоне именно телесных симптомов начинают появляться психологические, личностные изменения. Это усиленная тревожность, развиваются депрессивные расстройства, меняется настроение, возникают неконтролируемые эмоции, вспышки эмоций, или наоборот грусть, апатия. И формируются зависимости на последующих стадиях у кого-то от еды, у кого-то от никотина, у кого-то от алкоголя, может быть даже от наркотиков. И уже крайняя степень проявления симптома, как раз то, с чего мы сегодня начали разговор, это может быть парасуицид, то есть причинение осознанного вреда своему здоровью, самому себе, ну, например, принятие больших доз снотворного, но без цели довести себя до смерти, а просто потому, что организм настолько истощился, что он не может найти выход. А мы причину, источник выхода ищем не там. Мы не видим и не замечаем, если бы это была одна какая-то яркая стрессовая ситуация, не знаю, там, мы шли, и у нас перед нами бы там окно разбилось, и мы бы испугались, и у нас явно было бы проявление того, что вот стрессовая ситуация, от нее надо как-то реагировать. Мы бы там поплакали, расстроились, поговорили об этом. А так как эта ситуация находится в микродозах, и впрыскивается стресс нам просто по капелькам, то мы не успеваем на него отвечать. Нет, это не психи. Ну, вообще, как бы, я за безоценочное суждение, это люди, которые действительно пропустили очень важный момент заботы о себе, и уже на определенных этапах это может быть необходимо, и воздействие психологическое в том числе. Так, есть ли практика использования учителем для развития голоса или вообще в стрессовых ситуациях? Так, использование... Не очень поняла вопрос, Ирин. Если пояснить, я, наверное, с удовольствием на него отвечу. Движемся дальше. Дальше есть наиболее принятые схемы. Например, модель наступления эмоционального выгорания по Джозефу Кринбергу. Он говорит, что любая работа делится на пять пунктов. Это первое, это медовый месяц, когда сотрудник с удовольствием делает все, но в какой-то момент, как только усложняются задачи, он не выдерживает нагрузки, теряет интерес, и работа перестает приносить удовольствие. На втором, это недостаток топлива, появляется усталость, отрешенность, и часто нарушается трудовая дисциплина, начинаются опоздания, уходы пораньше, частые перекуры, частые чаепития. Вообще, вот в сфере монотонного труда чаепитие очень частое явление, но оно на самом деле ведет к прокрастинации и фрустрации. То есть человек не может выполнять свою деятельность, и именно поэтому стремится бесконечно как-то от нее отвлечься. На третьей стадии появляются хронические симптомы, когда появляется раздражительность, когда появляется агрессия. Он, этот сотрудник изнеможен, перестает следить за своей внешностью, особенно это заметно у женщин. Женщины, кстати, больше подвержены выгоранию, чем мужчины, потому что более эмоционально обычно стабильны. Наступает лень. Вот вообще, знаете, Андрей, у меня есть такое определение лени, которое я все время озвучиваю, как лень – это защита от бессмысленности действий. Как только наступает лень, нам нужно задать вопрос о том, как справиться с ленью. То есть мы хотим себя подстегнуть, мы хотим заставить себя быстрее двигаться, мы хотим сказать себе «встань» и покритиковать себя. А на самом деле лень – это потеря смысла и потеря мотивации. Это когда человек не может справиться или не хочет справляться с той ситуацией, которая возникает. Значит, там непонятно для чего, или слишком много ущерба для организма. Кризис, когда уже, это четвертый этап, начинают развиваться хронические заболевания, в результате которых сотрудники частично, а иногда и полностью теряют работоспособность. И у такого человека падает самооценка, улучшается качество его жизни в целом. И последний этап – это пробивание стены. Когда физические и психологические проблемы обостряются, возникает риск опасных для жизни заболеваний, в том числе и психосоматических. Вот я вам говорила, что фазы стресса и фазы эмоционального выгорания совпадают. Это фаза напряжения, как спусковой механизм, фаза резистенции, когда еще происходит сопротивление стрессу, и фаза истощения, когда общие потери у нас тонуса и ослабление нервной системы. Ну и факторы, которые провоцируют выгорание, могут быть внешние и могут быть внутренние. Внешние факторы, провоцирующие выгорание – это, во-первых, специфика профессиональной деятельности педагогической. Нам нужно сопереживать, нам нужно сочувствовать, у нас много ответственности, нам нужно контролировать. И чем больше стаж работы, тем больше монотонность и день сурка, который нарастает. Также факторы организационные. Это перегруженность рабочей недели, низкая несоответствующая оплата труда, когда внутренний баланс не сходится, ту работу, которую я выполняю, и которую я оцениваю внутренне, как свои затраты сил, она не компенсируется той оплатой труда, которая есть. Напряженный характер работы, служебные неприятности, очень много конфликтов в среде, отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемым результатом. Ну и давайте отметим, что в организационном плане наша работа, работа преподавателя, так же, как и работа психолога, она, педагога, воспитателя, она носит характер работы, у которой не бывает успеха. Нельзя деятельность свою оценить как успешную. Если ученик достиг результата, то доказать внутренне, даже самому себе, что это твоя заслуга, очень сложно. Какие-то мероприятия, какие-то похвалы, то есть какие-то участия в конкурсах могут это немного стимулировать. Но в целом это работа, в которой очень трудно отследить результат. Именно поэтому она еще ведет к выгоранию. Результат через годы, который, он отсроченный, и он настолько уже будет не мотивирующий. То есть вы можете сказать, что пять лет назад я очень здорово выпустила там какой-то класс или какую-то группу. И опять же сказать, что это только моя заслуга нельзя. Что делать с накопленной усталостью, если организм сигналит? Нужно выяснить, как выйти из замкнутого круга. Сейчас будем про это рассказывать. Да, то есть я как раз про это и хочу вам сегодня рассказать, в чем суть выхода из замкнутого круга. Обязательно про это проговорю. Вот, более того, если существует неблагоприятная атмосфера в коллективе, когда, во-первых, однополый состав педагогического коллектива, недостаток вообще разнообразия взаимодействия. У меня одна из моих подруг после работы в ВУЗе уехала, ну просто вот и выгорела окончательно, и они просто уехали жить в другой город. И она бросила абсолютно педагогическую деятельность и занимается всем, чем угодно. Онлайн какие-то, какую-то работу берет на себя. И мы с ней созванивались в выходные, и она мне говорит, ты не представляешь, какой большой мир, сколько всего интересного, как оказывается много способов работать и зарабатывать. Потому что у меня были только занятия, у меня были только студенты, у меня были только отчеты, у меня были только программы. И я, оказывается, вообще ничего в своей жизни не видела за 20 лет работы в ВУЗе. Вот как раз про это, что здесь это все внешние факторы, которые способствуют. Если с внешними факторами сложно справляться, то говорить о внутренних факторах нам будет проще. Во-первых, это навыки коммуникации. Умение выходить из трудных жизненных ситуаций. Умение регулировать собственные эмоции, понимать и различать свои эмоции. Ведь очень часто проявление негативных эмоций, которые возникают у всех людей, в том числе и у педагогических работников, оно запрещено. Вы не можете накричать на детей, вы не можете хлопнуть дверью, вам нужно все время придерживаться определенного социального статуса. Где эти эмоции находят свой выход? Где они проявляются? Они должны находить выход. И желательно не на семье, не на домашних, не на супруге и не на детях. Найти такой способ непросто. Ролевой личностный фактор. Это какие-то тяжелые заболевания близких, материальные затруднения, личная неудовлетворенность, неустроенность, плохие взаимоотношения в семье, отсутствие нормальных жилищных условий, и так далее. То есть это факторы, которые внутри личности и в его ролях в жизни бить подушку или пойти на бокс. Как вариант, физическая разгрузка в спортзале играет хорошую положительную роль. Опять же, возвращаясь к тому слайду, где я говорила о способах взаимодействия со стрессом, первоначально базовые способы – это физиологические. И физическая нагрузка очень часто помогает, если наш организм не истощен настолько, что физическая нагрузка его добивает. Это, опять же, зависит от уровня национального выгорания. Ну и нужно отметить, что есть группа риска, то есть те профессии, которые больше всего подвержены выгоранию. Это сотрудники, которые общаются с людьми. Много. Вторая группа – это интервентированные сотрудники, то есть это те, кто нацелены внутрь себя, не очень общительные, больше задумчивые и живущие в мир внутри себя, а не вовне. Индивидуальные психологические особенности, которых не согласуются с профессиональными требованиями. Да, интроверты, все верно. Люди, испытывающие постоянно внутриличностный конфликт, когда их ожидания, их внутренние потребности не закрываются с помощью работы, тогда они переходят, это переходит на уровень внутриличностного конфликта, мне нехорошо с самим собой. Женщины, четвертая группа, переживающие противоречия между работой и семьей, работа, которая отнимает очень много времени, или же в связи с тем, что им необходимо доказывать возможности в условиях конкуренции с мужчинами, но в нашей профессии это меньше. Работники, пятая группа, где есть хронический страх потери рабочего места и условия острой нестабильности. Здесь, я думаю, что в педагогической сфере стабильности больше, хотя есть тоже определенные риски, связанные с тем, что работы все больше, требований все больше, а поддержки со стороны руководства или со стороны школьной системы не так много. И также есть типы личности, которые тоже склонны больше к выгоранию, если человек педантичен, то есть он очень добросовестен, очень любит, чтобы у него была чрезмерная аккуратность, стремление в любом деле добиваться порядка, то он точно склонен к синдрому эмоционального выгорания. Если человек демонстративного типа, который нравится быть на виду, этому типу вообще свойственна истощаемость при выполнении даже самой незаметной рутинной работы, а тем более, если он будет постоянно свою демонстративность показывать в формате профессиональной деятельности. И мотивный тип. Это те, кто очень впечатлительные, очень отзывчивые, очень хорошо воспринимают чужую боль, за всех тревожатся и беспокоятся. Это тоже группа риска. Я предлагаю вам сделать маленькое упражнение, в которое нарисовать круг, такой баланс, и выделить в этом круге три сферы. Какие-то домашние дела и ваша личная жизнь. Ваши увлечения, ваш отдых, ваше путешествие. И в стопроцентном соотношении, если стопроцентно это весь круг, выделите, сколько у вас уходит реально на работу, сколько у вас уходит реально на вашу личную жизнь, и сколько у вас выходит на путешествие или на то, что вы делаете для себя. И посмотрите на этот баланс. Когда вы посмотрите, то я вам очень рекомендую нарисовать. если работа это свой проект, то он же увлечение. Если работа это свой проект, но вы в нем больше как занимаетесь профессиональной деятельностью или получаясь от этого удовольствия, здесь опять же, как вы это ощущаете, как вы это чувствуете, как вам в этом. И второе, нарисовать так, как вы хотели, ваше идеальное соотношение. То, как вы идеально бы хотели это видеть. Так, я тут ничего не пропустила. А, что такое фрустрация? Фрустрация – это неудовлетворенность чем-то, это некое обман ожидания, такое психическое явление, когда человек настолько разочарован неудовлетворенностью или наталкивается на такое препятствие, что готов от него отказаться, испытывает очень сильные негативные эмоции, разочарование, тревогу, раздражение. Ну и вот ответьте, так, это про фрустрацию. Ну и ответьте себе на вопрос относительно ваших двух колес баланса. Есть ли различия? что можно сделать, чтобы приблизить одно к другому? И от кого и от чего это зависит? Это ваше внутреннее? Или это про внешние обстоятельства? Вот это большое различие – это то, насколько ваша жизнь сейчас находится в дисбалансе. и если это зависит от кого-то другого, то я бы вам рекомендовала больше брать ответственность на себя. Что вы можете сделать? Эти внешние события можно ли как-то изменить? Или сейчас нужно как-то к ним адаптироваться? Перенос ответственности вовне – это тоже, с одной стороны, может быть объективное обстоятельство, но с другой стороны, это передача своего управления кому-то другому. Получается так иногда сложно и одновременно несправедливо, когда мы много управляем другими, мы управляем жизнью, мы берем ответственность за чужих детей, но мы так мало управляем собой. И мы так мало управляем своей жизнью. Да, взять ответственность на себя. Взять ответственность за то, как я себя чувствую. Ну, я думаю, что вы, если захотите, можете еще поразмышлять над этим упражнением. А я бы продолжила говорить о том, что провоцирует. Это и нагрузка, излишний контроль. Мы не можем контролировать большее количество ситуаций, мы можем контролировать себя. Нужно выбирать работу, которая устраивает. Да, действительно, но для этого нужно соотнести. Ведь очень часто педагогическая деятельность, например, в том числе, как деятельность, нравится сама по себе, но не нравятся те сопутствующие факторы, которые там низкая оплата, слишком загруженный график, слишком высокая ответственность. Это как будто разделить вот часть той работы, которая нравится и которая не нравится. Ну и вот вознаграждение, как раз то, о чем я говорю. Сообщество, насколько в этом обществе комфортно. Справедливость, ощущение внутренней справедливости, справедливости относительно того, как я это воспринимаю. И ценности, что важно, какие ценности мы пропагандируем в своей деятельности. Ну и в проявлениях мы уже можем отметить, что есть истощение, есть негативные отношения, в том числе, к коллегам и клиентам. И я уже это проговаривала, есть негативное восприятие самого себя в профессиональном плане. Есть ощущение, иногда синдром самозванца, есть ощущение, что я не справляюсь. И эти симптомы проявляются на физическом, вот здесь можете увидеть на слайде, на эмоциональном, на поведенческом, на интеллектуальном, на социальном уровне. То есть на всех уровнях происходит эмоциональное выгорание. И если мы будем продолжать в этом духе, то с точки зрения психологии вначале произойдет деперсонализация, то есть я перестану чувствовать себя тем, кто я есть, у меня произойдет обесценивание своей личности. Потом сворачивание личных достижений, потом ослабление защиты организма, в том числе и психических, и физиологических, ну и потеря трудоспособности. Это крайний вариант, к которому мы можем прийти. Вообще, вот здесь представлены стадии эмоционального выгорания, которые длятся до 20 лет. По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, сегодня выгорание может наступать через полгода профессиональной деятельности. То есть первая стадия может уже отмечаться не через 3-5 лет, а через полгода. Да, коллега правильно говорит, думай о себе, сделай что-то приятное для себя. Если мы говорим о второй стадии, то она уже не через 5-15 лет проявляется, как это было раньше, как это еще говорил Бойко. А именно уже через год, то есть через год-полтора профессиональной деятельности мы можем выгореть. Да? Чтобы не выгореть, мы можем изменить, а что нет. И тут вы тоже правы, да, все верно. И третья стадия, где уже есть потери интереса к работе, она может сократиться от 1 до 3 лет. Вот это ускорение ритма жизни, это ускорение тревожности в обществе, это ускорение процессов, это отношение к системе образования вообще в целом, к системе социальных профессий, ведь это теперь услуга. Это все оказывает влияние на такое быстрое эмоциональное выгорание. Что же мы можем сделать? Теперь о самом важном, о том, что же нам сделать, чтобы не сгореть. Ну, во-первых, организовать себе санитарно-гигиенические условия рабочего места, чтобы вам там было комфортно, чтобы форточки проветривались, не терпеть, если вам плохо, а все равно добиваться того, чтобы вам было комфортно работать в этих условиях. Рационально организовывать трудовые процессы и заниматься тем, что интересно. Все-таки искать себя в этой профессии и находить какие-то ценности, то, что интересно и то, что привлекает. Вообще у организма есть естественные способы регуляции. Как справляться с ощущением, что не справляешься? Не только синдром. Да, нагрузка меняется, и тут нужно сменить ориентиры внутрь себя. Иногда не справиться, Анастасия. Вот иногда не справиться, это тоже результаты решений. Но так как чаще всего в профессиях преподавательских, педагогических, воспитательных профессий, у нас очень большой эффект помогающих профессий, и наш внутренний помогатель, спасатель очень силен, то он не может разрешить себе не справиться. А вот не справиться, а не справиться иногда очень полезно и признать, что я здесь плохой преподаватель. Снизить требования к себе, притязания, уровни ожиданий. Естественные способы регуляции – это хороший сон, вкусная еда, общение с природой, баня, массаж, движения, танцы, музыка, все то, что полезно. Приемы саморегуляции. Те, которые действуют у вас. На самом деле, ответ простой. Для того, чтобы не зайти в синдром эмоционального выгорания и не сгореть на работе, нужно придерживаться правила 13-го чертенка из мультика. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. И если вы будете ставить себя на первое место, а не те процессы, в которых вы участвуете, если важными и главными будете вы сами, если вы будете помнить, что мы не можем сделать хорошо никому другому, если не сделаем себе, если вы вспомните про прием маска в самолете, когда нельзя маску одевать вначале ребенку, а потом в себе, иначе вы погибнете оба, что нужно вначале сделать хорошо себе и заботиться о себе, что вы не сможете быть эффективными, и вы не сможете решить все задачи, если не позаботитесь о себе. И вот это, наверное, самое важное, о чем нужно помнить, расставлять свои внутренние приоритеты и ценности, разговаривать с собой. Что делать, когда твой менеджер всегда говорит, что недовольна, а ты понимаешь, что делать отлично. Здесь способы защиты от манипуляций, но я думаю, что это тема другого. семинар, когда вы защищаетесь от манипуляций, для чего она все время говорит, что недовольна. Это ее личный внутривричностный кризис, или это про ее способ управления вами, когда она таким образом постоянно держа вас напряжение, добивается своих результатов. Вот. Я двигаюсь дальше, потому что там то, что перечислено, я думаю, вы успели посмотреть. И самопомощь в этом ключе может быть та, которая вам лично нравится. то есть то, что помогает вам. Во-первых, это может быть элементарные, простые приемы того, от чего вам хорошо. Дальше. Найти время, где можно побыть наедине, где вам комфортно. Вы вообще давно останавливались для того, чтобы побыть наедине с собой. В ванной, в парке, в сквере, просто перестать бежать. И здесь я хочу вам тоже предложить один прием. Он психотерапевтический. Этот прием вы можете использовать. Для этого вам нужно сейчас немножко отвлечься от всего, что есть вокруг, от самого вебинара, а только подумайте, представьте то место, где вам было хорошо. То место, где вам приятно и безопасно. Это какое-то место на земле, может быть, вымышленное, если вам так плохо или так некомфортно на земле. Лучше то место, где вы бывали или когда-то вы ощущали приятные запахи, где есть воздух, которым нравится дышать, где есть забота, уют, комфорт. Это может быть в горах, это может быть в домике, в деревне, это может быть у бабушки за печкой где-нибудь рядышком с теплым котом. Это может быть любое место отдыха на море, на пляже, где есть природа, где есть тепло и где есть комфорт. Дайте название этому месту. Медитация на расслабление тоже подойдет, Светлана, только в том случае, если вы действительно можете переключиться от всего. А если медитация будет только для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, глубинные процессы тревоги так и сохранятся. Остаться на один со своими мыслями йога. Вот в этом месте дайте ему название и это будет ваш маленький секрет. Даже когда совсем бурный день вы едете домой или для вас какая-то стрессовая ситуация, с которой вы столкнулись, вы всегда можете дать себе это словосочетание, сказав, что там где-нибудь в горах или где-нибудь у бабушки, у дедушки с вкусными крендельками. И вернувшись туда, уже заземлить свой организм и вернуть свое мышление к себе, внутрь себя. И таким образом уже перестать быть во всех этих внешних факторах. кокос на море отличное название, главное, вы теперь можете точно себе говорить кокос на море и прямо туда перескакивать. Докопаться до глубинных процессов, но я бы вам порекомендовала взаимодействовать все-таки с психологом, это поможет найти причину, что заставляет вас так находиться в тревоге, что заставляет вас так сильно переживать. На природе, да, действительно, чаще всего это какое-то природное место. кроме этого, не забывать о том, что нужно создавать для себя самого некий вот такой алгоритм или некое количество положительных эмоций, в чем вам нравится. Вот здесь много чего. Кому-то нравится чтение книги, для кого-то большое удовольствие съездить на море, для кого-то нравится на великах кататься, для кого-то друзья или пообщаться, или еще что-то. Это должно быть для себя. То, что я по-настоящему хочу, то, что мне по-настоящему нравится, это не про то, что нужно делать. Когда мы в ритме ни размышлений, ни чувствований себя, бежим куда-то. Даже если это будет поход на бокс, где вы мысленно на грушу приклеите фотографию начальника или кого-то, кто вам так сильно-сильно надоел, и просто скинете туда негативные эмоции. Ведь это экологично, ведь это безопасно, и в то же время вы не будете держать это внутри себя. Это про переключение. Также не забывайте обращать внимание на то, что вам приносит по-настоящему удовольствие. Иногда моим клиентам достаточно поймать себя на мысли, что им нравится гулять в одиночестве. И каждый день на закате ходить погулять полчаса, это уже про себя, про что-то, что я делаю для себя. Мы очень часто забываем о себе, поэтому выгораем. Мы проносимся в ритме жизни мимо себя, и именно поэтому происходит то, что внешние процессы как будто как жернова засасывают нас. Если мы остаемся в контакте с собой, такого не произойдет. Ну и ответьте себе на вопрос, как давно вы гуляли по парку, ходили по магазинам, не потому, что пора или надо купить что-то себе, или детям, или мужу, или жене, а потому что хотели и вам доставило это удовольствие, были на каком-нибудь концерте или были в музее, не потому, что нужно пойти там в связи с патриотическим воспитанием, ходили в то кафе, которое вам нравится, и сидели просто в нем с чашечкой кофе, сидели в библиотеке, покупали сами себе букет цветов, тот, который хочется вам, знакомились с какими-то новыми людьми, вообще в целом расширяли свой круг знакомства, меньше всего выгорают те, кто умеет переключаться, у кого их профессиональная деятельность хорошо взаимосвязана с тем, что они любят делать, если они замечательно преподают в строгом виде занятия, а в выходные ходят в поход с рюкзаком и поют песни под гитару в палатке, и от этого получают удовольствие. Излечим ли невроз навязчивых состояний, да, в определенной степени, смотря до, ну, то есть, к чему хотите прийти, в целом жизнь можно сделать комфортной. Несколько часов в библиотеке для библиотекаря тоже хорошо, только если это не работа, а если это какая-то книга, которую вы давно хотели прочитать. И здесь как раз наоборот смена деятельности. Если ваша основная работа в библиотеке, то ваш отдых лучше на байдарке сплавиться, чтобы были новые эмоции, новые впечатления и возможность перезагрузиться, возможность переключиться. Если вы много говорите, то как раз про заботу о своем горле это отдых, где вы можете молчать, где вы можете ни с кем не разговаривать, это где вы можете минимум общаться с людьми, например, быть наедине с собой, с природой или с животными. Интересно, те, кто нас доводит до выгорания, тоже выгорает? Ну, те, кто доводит нас до выгорания, выгорели уже давно, потому что если мы говорим о экологичном выстроенном процессе управления людьми, то специалист, начальник, который понимает и видит, что происходит, ему, конечно, очень сложно выруливать в тех процессах, которые есть. С одной стороны, с него очень много требует, а с другой стороны, он видит, насколько это проблематично. Что еще важно? Важно также заботиться о своем внешнем виде, о том, как вы хотели бы выглядеть, не забывать о том, что люди разные и все люди несовершенны, потому что когда мы пытаемся сделать мир лучше, мы забываем, что у каждого есть свои особенности и разрешите это несовершенство и себе тоже. Иногда вам полезно быть несовершенными, быть не с хорошими преподавателями, не замечательными воспитателями, не отличными библиотеками, а просто людьми, которые тоже позволяют себе несовершенство. Если музыкальный руководитель, то не музыкой заниматься, а выбрать что-то другое, я бы сказала, где вы даже увидите какой-то новый взгляд, если это будет про музыку, то может быть про движение, мысль приходит лучше на байке покататься, и тогда вы вернетесь к музыке с другими эмоциями. Где взять методики для того, чтобы сделать жизнь более комфортной при неврозе навязчивых состояний. Здесь про методики, здесь про работу со специалистом, здесь все-таки если это про состояние, которое мешает, здесь больше про работу психотерапевта медицинского. Вот, да, я несовершенная дочь, я несовершенная жена, я не идеальная мать, я не идеальный преподаватель. Это все то, что в принципе позволяет нам меньше быть требовательными к себе. Наша работа заставляет нас быть требовательными к другим, и соответственно мы можем быть меньше требовательными к себе и к остальным тоже, и тогда нам будет проще. Ну и вот раз уж вопрос заходит, то психотерапия тоже помогает. И выход из синдрома эмоционального состояния непрост. Когда мы сталкиваемся с тем, что мы пропустили этап физиологических, соматических проявлений, когда наше тело говорило нам о том, что нам плохо, когда мы вечером заедали пирожными свои грустные состояния, когда эмоционально наступила депрессия, то тогда уже все-таки лучше обращаться к специалистам для того, чтобы помочь из этого побыстрее выбраться. Ну и в Гарбургском университете проходило исследование, которое заключалось в выводе в том, что 85% успеха зависит от личных качеств, и только 15% от профессионализма. Поэтому мы работаем с собой, и если мы не позаботимся о себе, мы выигарим, и мы будем неинтересны в профессии, неуспешны, это точно. Вот. Есть физические способы, если для кого-то они нравятся. Есть способы дыхательные, очень много разных техник дыхания, вплоть до холотропного дыхания, которые можно просто с глубокое дыхание практиковать. Есть техники восстановки внутреннего диалога, когда вы запрещаете внутри себя просто разговаривать и переключаться. Вот этого внутреннего критика, который вам говорит, как можно вести себя, как нельзя, вы его просто останавливаете. Расслабление. Физиологические техники. Техники практически, которые помогают снять стресс. Когда мы включаем юмор, когда мы используем разумный эгоизм, разрядку, я все это в презентации вам расписала, я думаю, что обратитесь. Ну и рекомендации конкретные, какие использовать себе. И первое, которое здесь описано, я бы на нее обратила внимание, это ставить свои цели. Есть такое высказывание, в которое звучит, если у вас нет собственной цели, вы все время работаете на чью-то другую цель. Вот если есть ваши собственные цели, вы понимаете, чего вы хотите добиться. если у вас в той деятельности, которую вы выполняете, есть свои собственные интересы, то это поможет вам двигаться к этой цели без лишних стрессов. Больше физических нагрузок, больше улыбок, больше высказываний, больше снятия эмоционального напряжения, хорошо и четко распределяйте свое время, у всех 24 часа в сутки, в сутках, но вы можете использовать их так, как вам это будет эффективно. Оценивайте свои возможности реалистично, не пытайтесь сделать все за всех. Дайте возможность себе насладиться успехом, поменьше критикуйте. Игнорируйте мелкие неприятности, орлы не охотятся на муху. Старайтесь быть оптимистом, меньше упрекайте и ругайте себя, вы такой у себя один, единственный, лучше о себе позаботиться. Разговаривайте иногда сами с собой, считайте, что у вас все хорошо и вы сами себе будете помогать. Вообще чаще всего тех, кто работает в нашей сфере, это люди, которые очень хорошо умеют помогать другим. Научитесь это делать для себя и тогда эффективность вашей жизни будет выше. любите себя, цените себя больше, ну и не забывайте иногда спрашивать, так ли важна эта проблема, так ли важно с ней сталкиваться, и если мы не сможем быть эффективными для себя, мы не сможем быть эффективными для других. Так, я благодарю вас за внимание и сейчас попытаюсь немножко вернуться к вопросам, которые пропустила. да, что нравится и тем, что нужно, и важно понимать, для чего мы это делаем, как избавиться от мыслей, когда ложишься спать. Можно помедитировать здесь вот как раз, можно сходить в то тихое место, которое мы с вами нашли, можно заземлиться, можно подвигаться, то есть нужно сделать это осознанно, запретить себе отдумать. недооценивайте роль коллектива взаимопомощи и семьи. Если коллектив поддерживает, если здоровая атмосфера, то это большой фактор снятия национального напряжения, в том числе и семью, и взаимопомощь, это все важно, безусловно, но иногда и семья тоже нуждается в нашей поддержке. Иногда коллектив и правы бывают больше, это опять про внешнее, а про внутреннее это эффективнее. Я внешними управлять не могу, я могу только внутренними управлять, к этому вас и призываю. Так, и дальше про вопросов больше нет, спасибо вам огромное, тогда я с вами прощаюсь, желаю вам эмоционального здоровья, желаю, чтобы огонь ваших профессиональных успехов горел и никогда не обжигал вас. Спасибо огромное за вашу активность и за интерес и за то, что вы были здесь. Если снится работа и ты встаешь и уже с мыслями о работе, значит во сне вы тоже не отдыхаете, во сне вы тоже думаете про работу. Не делайте так, так не надо. Заземлиться, ножками походить, не знаю, насыпьте себе какой-нибудь там из приятных камушек, сделайте себе коврик, вернитесь к земным удовольствиям, телесным, заземляются через тело. Я прощаюсь, спасибо вам большое, очень рада была с вами видеться.